Тема нашей сегодняшней пресс-конференции это оказание бесплатной правовой помощи в Украине и в нашем регионе в частности. Речь будет идти в двух направлениях. Во-первых, это государственная бесплатная правовая помощь ввиду вступившего в силу закона Украины бесплатной правовой помощи и определенных действий по ее внедрению. И система негосударственной правовой помощи, которую, как правило, предоставляют негосударственные организации и значительно реже адвокаты, которые привлекаются на основу пробонок, то есть бесплатно. В первую очередь, я представлю результаты деятельности Центра права Одесского государственного организации и председателя Украины по предоставлению бесплатной правовой помощи. Значит, у вас на руках есть такой большой громоздкий отчет с цифрами, с фактами, с примерами и так далее, и так далее. Я остановлюсь на наиболее важных цифрах, наиболее важных тенденциях, дабы показать состояние развития и Центром права, и развитие государственной правовой помощи в Одесском регионе. Ну, второй год работают Центры права, мы периодически проводим пресс-конференции, обновляем контакты этих центров, рассказываем, куда люди могут обратиться за помощью. Создали мы сначала три Центра права в Котовске, в Татарбунарах и в Одессе в начале 2011 года. Поскольку был запрос на местах, создали еще два центра в Белоднестровске и в Измаиле. Таким образом, на сегодняшний момент у нас работают пять центров права, которые окажут бесплатную правовую помощь, проводят правовое просвещение и так далее, и так далее. Значит, Центры права работают при активном содействии органов юстиции, как главного управления, так и территориальных подразделений на местах, в зависимости от территории деятельности Центра права. Значит, работают Центры права в рамках всеукраинской инициативы, которая называется «Усиление возможностей бедных населения». Два слова скажу об этом. Это международный подход ООНовский, который говорит о том, что если защитить права людей в определенных статистических направлениях, это, в первую очередь, право собственности, трудовые права, то люди самостоятельно смогут каким-то образом улучшить свое благосостояние. Но помощь мы показываем по всем вопросам, в помощи не отказываем никому. Что касается результатов деятельности, ну, пару картинок для того, чтобы оживить наши говорящие головы, как бы, покажу. Значит, вот за два года, ну, за полтора года неполных, значит, Центрами права было оказано, ну, больше двух тысяч фактов правовой помощи. То есть это люди обращались стационарно, как правило, стационарно во все пять центров права, которые жили в пределах Одесской области. Обращения были самые разнообразные, начиная от защиты права собственности. Очень много было заявлений по социальным выплатам, дети войны и так далее, и так далее. Вопросы пенсионного обеспечения, семейные, гражданские, было приличное количество обращений, особенно в регионах по вопросам земельного права, и так далее, и так далее. Значит, что касается, как бы, людей, которые обращаются, преимущественно это малодиспечные свои населения, пенсионеры, инвалиды, безработные. Ну, таких людей, 1253, на фото вы видите офис Одесского госорганизации «Контрет избирателей Украины», принимает юрист нашей организации. Значит, человек, практический помощь при наличии правоуславливающих документов на квартиру. Вот он разложил кучу документов, право собственности есть подтверждено, но человека просто выкинули на улицу, пользуясь, как бы, ну, его, говорится, материальное положение, и невозможность обратиться за помощью к адвоката, не заплатить за это деньги. Два года мы этому человеку помогаем, ну, учитывая особенность нашей судебной системы, сроки обжалования, до сих пор вопрос не закончен, но, тем не менее, как бы, то есть мы этого человека не оставим в лицах детей и максимально ему поможем.